Добрый день! Это я, Фёдор Лапшинский, из города Чикаго. У нас тут были холода сильные, так сказать, вот сейчас они кончаются. Сегодня 1 февраля, а так несколько дней было очень холодно и даже было тяжело выйти наружу. У меня вчера что-то было очень грустно немножко, непонятно почему. Видимо, погода меняется и какая-то грусть проходит. Я подумал, может быть, я... То есть я вот сейчас... Ну, каждое утро я просыпаюсь. Ну, так мы приехали, вернулись из Москвы. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, я всё время просыпаюсь очень рано. Где-то в 5 утра, в 5.30 встаю. Потом иду на кухню, пью кофе. Ну и стараюсь что-то немножечко пописать. Ну, у меня когда-то в прозу я повесил много своих миниатюрок, а сейчас я их прочёл, они мне очень... Многие не понравились, они были сделаны, чувствуются именно с расчётом на Фейсбук. Ну, и я решил их переделать, увеличить в размере как-то, ну и доработать. Потому что, ну, как бы, если набирать в гугле Фёдор Лапшинский, то как бы подать уже этот прозорок, ну и эти какие-то недоделанные миниатюры... Ну, мне как-то стало немножко неудобно. То есть я тогда спешил, что-то кидал, кидал туда. Ну и решил их всё-таки доделать, доработать. И где-то вот с октября месяца я их переделываю, что-то вообще выкидываю, вставляю новое. Фрозору я начал где-то в 2014-2015 года. А потом мы переехали в Чикаго, я как-то перестала туда скидывать. И какие-то миниатюры, они у меня, если это неплохие, я их, как бы, тоже думаю туда скинуть. Всё, что написал до, после уже приезда в Чикаго. Ну, это немножко довольно грустный процесс, потому что у меня, как бы, ну, я не чувствую никакого отзыва. Я вот каждый день скидываю туда какие-то свои снова доработанные миниатюры. И с той стороны, вот у меня эта группа, коммунальная квартира на хитровке, она вялая, конечно, вялая. Что говорить, всё, вся жизнь какая-то оттуда ушла. Ну, люди заходят, читают и уходят. Какая-то холода такой, холод, вот какой-то чиканский холод, я там чувствую вот в этом Фейсбуке. Но всё равно я считаю, что надо это не бросать. Потому что если бы не было бы Фейсбука, что я туда скидывал, я бы, может быть, эту прозу бы уплюнул бы и не стал бы редактировать всё это. Ну, а так надо всё-таки это доделать. Потому что там у меня висят уже, где-то, 500 миниатюр. Из них я редактировал 300, осталось 200. Ну, и там, видимо, я много чего повыкидываю. Ну, и как-то останется какое-то количество этих миниатюр. Фёдор Лапшинский. Какое-то количество хороших. Ну, я стараюсь сейчас писать более, более как-то изощрённо. Может быть, вот это и есть то, что людям не нравится. Они читают и что-то ничего не понимают. А мне нравится вот такой какой-то изощрённый, более язык, более вдумчивый. Чтобы там был и некий абсурд, и что-то такое. И объём побольше, конечно. Не просто какой-то пост для Фейсбука, а что-то такое более такое. И мне это нравится. Я признаюсь, я как-то, когда что-то кончаю, я чувствую, что на мне что-то какой-то этот дофамин творческий вырабатывается. А потом мне опять я как-то туда скинул, в группу. И всё, и как-то у меня что-то опять какая-то лёгкая депрессия начинается. Стараюсь отвлечься. Мне вообще надо побольше, конечно, гулять, побольше рисовать. Трессование тоже я как-то забросил. Потом снова сейчас возвращаюсь в эту колею. Такой тяжёлый. Нет, довольно-таки зима, она как бы... Это лёгкая, легче, чем простая зима. Но всё равно зима есть зима. И это какое-то вот это одиночество, разговоры с самим собой. Но ещё у меня есть какие-то другие интересные эксперименты, про которые я, так сказать, не готов сказать. Всё это интересно. И я очень давно не разговаривала, не моноужила. И чувствуется, что я вот сейчас что-то хочу сказать, а при этом как-то мысль теряется. Мысль теряется. Вчера было как раз пятьдесят пять лет, как моему другу покойному лёжчеряку исполнилось бы пятьдесят пять лет. Уже опять я чуть-чуть не вернулась. То есть это отсутствие практики разговора даётся знать. Ну, поэтому я стараюсь писать. Ещё я стараюсь вот читать вслух. Ну, я у меня... Я делала, вот я Огонечку Ерофеева читала вслух, потом до этого по голове. Именно чтобы через гору, чтобы ничего не заставилось. Потому что когда молчишь долго, то как-то всё это... Да, времена такие не очень весёлые. Потому что я чувствую, что я не делаю, всё как-то куда-то ненужно. И это чувство какой-то ненужности, такое нападает в ныне, зачем всё, куда всё. И это и есть такой момент. И как я не креплюсь, как я вот не пишу, что вот надо себя, так сказать. Ну, чувствую, что да, вот какая-то вот с болью что-то происходит. Ваня Зубковский вообще перестал выходить в фейсбук. И мы практически не общаемся. Я общаюсь только вот с своим братьем, с братом, с Юрой, с Игорем немножко. Ну, ещё так как-то... Ну и всё. А этот монолог я рисую просто... Чувствую, что это мне не имётся. Вот я немножко прессовал, как-то вошёл какой-то... Ну, я вот рисую своим... Пером... Не пером, а кисточкой тушью. И потом что-то как-то... Ну, что-то не хватает. Вот раз... Могу успокоиться. Так что, я с тобой... Ну, ладно. Значит, ну, просто поговорю немножко на видеокамеру. И потом... Веду в себя. А это видео пусть просто останется. Я его даже... Вешать не буду. Ну, может, повешивать, скину. Жуанну или экономить сейчас своим близким друзьям. Может, с вами скину. Привет вам, друзья, из холодного Чикаго. Ну... Забыл себе лечить сейчас.